По всему Красноярскому краю горит трава. Большой пожар произошел сегодня в Красноярске в саду плодовой ягодной станции. По словам очевидцев, огонь быстро распространился по сухой листве и траве и уже подбирался к жилым домам. На место прибыл пожарный расчет. В пресс-службе МЧС по краю рассказали, что сегодня по всему городу были десятки вызовов. Огнеборцы едва успевали тушить палы травы. А в Уярском районе пожарные смогли остановить огонь на подходах к поселку Пинчино. Там горели заброшенные поля. Площадь пожара составила 3 гектара. С полей огонь перекинулся на лес. Ситуация осложнил сильный ветер. Чтобы пламя не подошло к поселку, специалисты с помощью трактора экстренно проложили минерализованную полосу. Спустя несколько часов пожар удалось потушить. В МЧС рассказали, что почти во всех случаях виноваты люди. Сейчас в крае введен особый противопожарный режим. Категорически запрещено разведить костры, жечь траву, мусор и бросать непотушенные сигареты. Нарушителей ждет крупный штраф. За предыдущие сутки, благодаря работникам лесопожарного центра, было ликвидировано 42 лесных пожара. Было задействовано более 500 человек личного состава лесопожарного центра. Очень серьезно относитесь к правилам пожарной безопасности в лесу. То есть, если вы увидите неосторожное обращение с огном, точно так же сообщайте. У нас есть единый телефон. За нарушение противопожарного режима гражданам грозит два вида ответственности. Первое – это административное. За умышленные поджоги леса, за умышленные поджоги пала травы грозит до 1500 рублей. Это по административному кодексу Российской Федерации. Кроме того, возможны возбуждения уголовного дела за умышленное уничтожение лесов. Если ущерб составит достаточно большую сумму, то данная статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. Ситуацию с многочисленными палами травы и лесными пожарами сегодня обсудили на сессии в Краевом законодательном собрании. Депутаты заслушали доклад министра лесного хозяйства региона Владимира Векшина. По его словам, сегодня в регионе действует более десятка пожаров. Все они возникли по вине людей. Особенно сложная ситуация в центральной и восточной группой районах. Сейчас туда перебрасывается личный состав из других территорий. Несколько раз к тушению пришлось привлекать даже авиатехнику. На майские праздники в Министерстве лесного хозяйства ожидают новую волну возгораний. Особенно сегодня восточная группа районов. Это в первую очередь сегодня Вабанский район, Иландский, Канский район, Нижненгашский район. Почему-то там самый пик сегодня сельхозполов. Там до 70% сегодня выжигания всех видов переходит в Гослесфонд. Но, к сожалению, мы сегодня пока не в полной мере справляемся с этим шквалом огненным, который переходит в Гослесфонд земеленных категорий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова